Блин, как же всё-таки, сука, душевно. Интересно, а чё по другим каналам там? И куда это мы собрались, Рокутагин? Ну как? Всё, на завод устроился. Извините меня, деньги на донат нужны. Да не сытый ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня авангард и могучие пушки. Они мощнее, чем батуны у твоей подружки. Статку растишь и раков всех гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Оу май, заводик подождёт. На высокие материи ты замахнулся, Рокутагин. А потянешь ли? Я постараюсь, Капитан Очевидность. Приветствую вас, ладьи джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин, Капитан Очевидность и важнейшая тема Warface 2002-2023. Почему система модификаций в итоге, будем честны и не стесняться в выражениях, соснёт. Начну издалека, не совсем логически, но тем не менее. Помните, друзья, когда-то давно у нас появилась система, которая позволяла любому игроку, ну якобы, во всяком случае, совершенно бесплатно и непринуждённо получить метовое, без всяких шуток, вооружение. Это была система крафта, и в итоге, как мы знаем, она нагнулась. Потом, друзья, насколько вы помните, у нас появилась система карточек, и, кстати, система карточек реально была хороша. Тут уж действительно халявы было прилично, особенно со временем, когда туда чапку ту же завезли. Но, как мы все знаем, эта система тоже нагнулась. Тема с карточками была норм. А тут, Капитан Очевидность, никто не спорит. Система карточек топовой была, реально топовой, реально классной, реально годной, блин. Многие до сих пор говорят, почему вы на неё забили, когда же она воскреснет. Я подозреваю, друзья, что никогда она уже точно не воскреснет. И причина тут очень проста. Эта система действительно позволяла многим игрокам, ну, кому-то, кто донатит, кому-то, кто особо не донатит или донатит чуть-чуть, получать очень даже приличное оружие и гнуть с ним. Таким образом, вы получаете донат, за который вы, собственно говоря, не донатили. А тут, друг мой, у вас логическая ошибка. Система крафта и карточки были для другого. А вот система модификаций предназначена для бесплатного варбаксового оружия. Это, Капитан Очевидность, только на первый взгляд. Да, говорят, что система модов это не про донат. Это для того, чтобы поднять старые пушки, типа, знаете, там, АК-103, АК-47, Бенелли Ново Тактикал. Но, друзья, когда эту систему только вводили ещё на ПТС, я сделал видео и сказал, вот увидите, со временем специально будут вполне платные пушки с этими самыми модами. И наиболее сладкие моды будут там. И вот, это время наступило. Нам всё чаще завозят вполне-таки уже, можно сказать, донатные, но как минимум боевой пропуск. А чтобы боевой пропуск прокачать, вы всегда прекрасно знаете, надо закинуть туда и закинуть нормально, чтобы ещё и буст был. И выходит, это вполне-таки донат эти пушки. Но не это главная проблема. Но есть эти моды, хоть на любом новом донате пусть будут мод. Проблема в другом. Мало заполучить эту пушку, её ещё надо прокачать. А в Варфейсе это процесс не самый приятный, достаточно геморройный, и пушки далеко не везде быстро качаются. А после этого, друзья, вам придётся ещё подзаработать ресурсы. А это у нас вообще лютый дефицит. И сейчас, конечно, кто-нибудь из комьюнити-менеджеров, как я с ними беседовал, это вообще бесполезно. Ну ты что, Ракутаги, ну там же есть возможность событий каком-нибудь. Там можно по скидке вздеть, здесь можно заработать. Вообще, ништяк это слушать от людей, которые за 10 лет докачались до ежа. Да. Да ёпарас, это вы реально посмотрите на вещи. Вот человек, обычный ПВПшник, допустим, как я, он заходит в мясорубку поиграть или РМ. Он взглянет, как эти ресурсы быстро зарабатываются, скажет, да нафиг оно мне, собственно говоря, надо. Мне товарищи бегали какие-то десятки Блэквудов, чтобы прокачать пистолет Макарова, где-то на него там ресурсы искали и так далее и тому подобное. А я им говорю, пацаны, нафиг он вам нужен? Ну я понимаю, что типа пистолет номер один, это такое важное оружие пистолет. Да я просто болт забил и не стал этим заниматься. Взял основное оружие донат, в качестве второго поставил что-нибудь плюс-минус нормальное, да и всё. А основные пушки я вообще ни одну не прокачал, ни Грозу, ни Коряк. Не, серьёзно, чтобы я бегал десятки Блэквудов? Не, спасибо, это без меня. Можно, конечно, за донат прокачать, но это вообще как-то странно. Пушка, по факту, которая бесплатная, нифига не бесплатная, так ты ещё заплатишь за прокачку. Ну хрен бы с ним, я бы потерпел. А ресурсы? И таким образом у нас два пути. Либо полнейшая дрочь с долгой прокачкой пушки, использование для этого режимов, которые вам нафиг не нужны. А потом такая же долгая дрочь в добыче ресурсов, которая вам тоже, собственно говоря, эта дрочь не нужна. Либо быстро, но за деньги. Но получается, что за эти же деньги можно было бы выбить два, то и три коробочных доната, а может и больше. То есть ты предлагаешь вернуться, как раньше было, коробочки, плати и нагибай? Нет, капитан, очевидность, я не предлагаю на данный момент отказываться от системы модификаций. Но хочется как-то донести до разработчиков. Я понимаю, что как бы деньги всем нужны. Но давайте как-то по-божески. Вот сделайте, как не знаю, там, как какой-нибудь Call of Duty. Только там всё вообще бесплатно, а у нас, соответственно, будет немножко иначе. Вот ты себе приобрёл боевой пропуск, прокачал его, даже пусть с этими бустами, бусты все эти, усиления купил. Докачался ты до какой-нибудь пушки. Взял её в руки и пошёл с ней нагибать. А самым лучшим в этом случае будет решение полностью удалить ресурсы. И вот просто ты качаешь пушку, и как у тебя новый мод открывается, он тебе сразу доступен. Без всяких дополнительных улучшений. Вообще, вот никакие улучшения не нужны. Вообще, мод сразу доступен в максимальной версии. Это самое здравое, что вы можете сделать. Тогда игрок, получая оружие, бегает с ним вечерок-другой, потихонечку прокачивает там, ну или чуть побольше. И ему всё доступно. Ставит любые моды, проверяет любые комбинации, играет, нагибает. Либо сократите количество модов до одного, как в той же колде перки. Самый нужный, там на него ресурсы копишь, открываешь, ставишь, всё нормально. Есть и третий вариант. Это превратить вот эти детали оружейные в ресурс а-ля Варбаксы, который будет сыпаться повсюду. Может в меньшем количестве, но играя практически в любой режим, на любой карте, вы можете получить какое-то количество деталей. Наивный мальчик, а кто тогда донатить будет? Капитан, очевидно, связали, что вопросом, кто будет донатить. Я тебе по-другому скажу. А если вот эта система модификации теперь будет вовсюду, она будет геморройной, с одной стороны, для тех, кто не хочет много донатить, и слишком дорогой для тех, кто хочет донатить, то скажи-ка мне, Кэп, а кто вообще скоро будет донатить? Я становлюсь похож на Кэпа, задаю те же самые вопросы. Не надо. Аллоды, у вас одна большая проблема. Вы не совсем понимаете, кто такие игроки в Warface. Это игроки шутеров, понимаете? Шут, стрелять. И именно вот, именно шутеров. Не MMORPG. И это совсем не одно и то же. Игрок шутера, он приходит пострелять. Вот он приходит в игру, он заходит в эту игру. Если она фри-то-плеем, просто берёт какую-то пушку, как в той же колде, и вот открывает её, например, там, во время прогресса, пока он прокачивается, как у нас система в Warbucks, берёт эту пушку и начинает с ней нагибать. И вот буквально за один вечерок, вот этих DM-чиков каких-нибудь, он прокачивает полностью пушку. О, основные все модули у него открыты. Он устанавливает их и идёт гнуть. Всё отлично, всё прекрасно. Если же шутер не совсем бесплатный, ну, точнее, бесплатный, как в Warface. Ага, переобулся, Ракуха, ясно всё с тобой. Ну, он читает новость на сайте или в магазине видит, что ввели новый донатик. Он закидывает монету, выбивает эту пушку и сразу идёт гнуть, ничего не прокачивая. И если вы думаете, что среди игроков шутера, в том числе среди игроков Warface, много тех, кто желает вначале пушку открыть, и по факту для большинства не бесплатно, потом эту пушку прокачать, играя в режимы, которые тебе нафиг не нужны, а потом ещё искать какие-то ресурсы, детали для того, чтобы эту пушку довести до ума, то нет, это не так. Таких любителей, я думаю, тут минимум. И самое печальное для вас, дорогие разработчики-локализаторы, владельцы проекта, заключается в том, что игроки, которые готовы донатить, игроки, которые донатят, и донатили в этот проект многие годы, их эта система устраивает ещё меньше, чем игроков, которые не донатят. Это я вам говорю, как человек, который донатит, донатил и будет донатить. И это не только моё мнение, но и моего окружения, с которыми я общаюсь. Вот это якобы бесплатная система, открой, в итоге не совсем бесплатно, если не хочешь мучиться, прокачай, в итоге не бесплатно, если не хочешь мучиться, и потихонечку добудь детали, и тоже не бесплатно, если не хочешь мучиться. Это не есть гуд. В последнее время у Warface дела-то стали идти лучше, я вам скажу. Онлайн дорос до 40 тысяч, и это меня реально радует. Разработчики вели охрененную ПВЕ-миссию. И я предлагаю вам двигаться в этом же направлении. Идти навстречу игрокам, а не против них. Довести систему модификации действительно до ума. Чтобы она была простая, элементарная, понятная. Чтобы оружие быстро качалось. Чтобы ресурсов либо было много, либо вообще их вырезать, они нафиг не нужны. И чтобы каждый это оружие мог затюнить и прокачать очень быстро и без лишних трат. И в этом случае система модификации действительно будет фишкой, действительно визитной карточкой нашей игры. Опять что-то я про карточки вспомнил. Но поверьте, если вы этого не сделаете, если прокачка будет такой же геморройной, если всё это будет так же дорого, то в конечном итоге эта система точно так же, как и прошлые, элементарно и быстро загнётся. Да, Кэпчик. Чего? Система модификации это другое. Алё, друг мой, ты в Warface играешь?